И если на одной площадке собралось более 500 стильно одетых людей, то с уверенностью можно сказать, что в Челябинске стартовал Long Fashion Weekend. Томительное ожидание, пара селфи в этот вечер прервал первый показ. В формате флешмоб перформанса свою коллекцию представил екатеринбургский бренд Vika Aslanidia. Синкретичность искусства и моды всегда была свойственна ЛПВ. К примеру, показ челябинского дизайнера Ярослава Заикина прошел под живое выступление одной из моделей, певицы Ульяны Пережогиной. Традиционно Long Fashion Weekend – место, где свои работы презентуют как челябинские, так и столичные дизайнеры. Их в рамках показа представляли московский дизайнер Аня И, финалистка московского конкурса молодых модельеров Ирай Фрейман, участник 32-го сезона Mercedes-Benz Fashion Week. Яркой идеей, вызвавшей большое количество эмоций у гостей, стало дефиле с четвероногими манекенщиками, сопровождавших показ коллаборации All Shop и Dogs Dream. Также тема собак прослеживалась в аксессуарах и принтах коллекции. Мне очень понравился показ, где темой стали собачки, то есть все в значках собачков и животных, и здорово было. Если говорить о коллекциях в целом, им свойственна в этом сезоне минималистичность, целомудренность и засилье черного цвета. Не первый год главный по Total Black выступает дизайнер бренда Ермаковишна Елена Олещенко. Эту же тему продолжила коллаборация дизайнера Елены Пискульной и Фокстроники. Кстати, эта же тенденция отразилась и в нарядах большинства гостей. Сергей, как ты думаешь, в чем причина того, что сегодня просто, ну почти все, буквально все в черном? Во-первых, это тренд, а во-вторых, он устоявшийся такое уже движение, что в черном ты безпроигрышно будешь абсолютно в центре внимания и счастлив. Ну все-таки это, наверное, какой-то есть расход у этого мероприятия, скорее всего. Ну, говорят, что в этом году модно черный носить. Видимо, все решили на модном мероприятии прийти очень модными. Представили в рамках модного показа и базовой коллекции. В совмещении простых форм с экстравагантными деталями эта концепция отразилась в работах челябинского дизайнера Ольга Маки и модельера из Омска Даши Осиповой. Модный показ – это сотни часов подготовки, большая команда стилистов, визажистов, парикмахеров и моделей. В результате три часа чистой моды и красоты, запомнится которой многим надолго и оставит свой след в истории российского фэшена.